Пацаны, всем привет! Сегодня играю в шахтера. Короче, сегодня буду делать ML, Mercedes. У него такая проблема, что крышка багажника сама не поднимается, не опускается. Но, есть одно но. Здесь ремонтировали фары, они не отекли, их переклеили, поставили на место. Вот в этой части, в этой нише багажника была влага, водичка и все прочее. И был один электрик, который смотрел, сказал, что якобы иногда насос, гидравлический насос поднятия и опускания двери надо поменять. Я подорвал накладку, все, так вообще достал запаску, добрался до болка. Блок управления, раз, вот он здесь. Вот эта фишка у меня была отключена. Висит вот такая вот ошибка. Это соединение констеренового узла в датчик B2416, распознавание, открытие-закрытие дверей. Ну, эта фишка у меня отключена от этого блока. Вот эта фишка. Потом, вот эта фишка, это уже идет на сам насос гидравлический. Вот. Хотя я с этой системой работаю первый раз. Не было бы такого еще автомобиля. Здесь видно, что бок плавал, реально плавал, причем прилично. Тут все замерзло, что мне пришлось вот эту вот накладку отрывать. Хотя автомобиль стоит два с лишним часа в боксе. Она не отмерзла никак. Вот этот провод один зеленый был у нас перегнивший. И сейчас мы решаем, что делать. Или я этот насос буду снимать, попробовать его протестировать, разобрать. Может что-то с ним сделать, отремонтировать или замена. Вот сейчас пока этот вопрос решаем. Если, скорее всего, думаю, мы попробуем восстановить его, ну, поремонтировать. Проверим, что да как. Если не получится, просто поменяем. Так, все, добро получили. Снимаем, снимаем насос. А что его снимать-то здесь по факту? Раз на десять, два на десять и все. Да, и все. Действительно, конечно, он примороженный. Вот этот корпус здесь примороженный. Вот в этом месте, ну, как-нибудь разберусь. Короче, да, дергаем пока. Вот здесь все еще мокренько. Водичка еще осталась. С фишкой сразу все подрываем. Надо будет как-то погреть феном, наверное. Троса как-то снимается. Троса, наверное. Не троса, а гидравлические. Ну, видите, вот так вот получается. Лед. Вода. И мороз. Подгнило все уже здесь. Масло есть. Ну, какое-то масло есть, видите, перекачиваясь. Если вот так поставим. Видно, есть. Но мордовато такое тоже. Так, ну, смотрите. Все заканчивается, не начавшись, походу. Сейчас я сниму крышку. Вот эту крышку вот так вот это двигаем вверх. Видите, вот плата. Ну, плата с щетками. Блядь, ну есть смысл тут что-то делать, нет? Мне кажется, это вообще бессмысленно что-то делать. Ну, есть одна мысль у меня, единственная мысль. Я вот думаю, подсушить сейчас, продуть здесь все. Прозвонить, проводку. И у меня здесь есть пару пинов. Это, получается, у меня черные и белые провода. Подать просто катковременный плюс-минус. Посмотреть, что-то происходит, нет? Если происходит, то, может быть, что-то буду делать. Если вдруг просто сейчас придется снимать вот эти две трубки, если просто снимать эти трубки, то, скорее всего, система, ну, как-то завоздушенную, наверное, мне так предполагаю. Потому что у него насос стоит здесь, а кронштейн, который подтягивает, стоит вот здесь, вот, крышки. Ну, короче, под крышей. Вот в этом месте. Вот он крепится, идет туда вот вниз. Вот здесь вот крепится. То есть и трос идет отсюда, вот сюда, вот так, вот так. Вот он, трос идет. Идет такой, что здесь он проходит сейчас. Да, да, где-то вот здесь вот он проходит. Вот он, вот он трос. Гидравлическая часть вот так вот вверх идет и вот сюда упирается. То есть, тем, возможно, завоздушиться и придется ее как-то развоздушивать. ну аккумулятор можно притащить поставить тут немножко продуть побрызгать сейчас карба клинером образом так проверить визуально если все будет лучше чем ожидается то тут проводку почистить подпаять также можно все здесь сделать не снимая этого и проверим 1 давайте так так по все готово здесь и продул все пару проводов одну фишку аккумулятор притащил он такой полумертвый но на какой-то момент проверки надо выхватить пока мы не начнем я думаю все за задаются вопросом на хрен этим занимается чему это надо базара нет я думаю что здесь даже так держи а тебя снимать а пофиг кошминес вот ваш мы будем проверять может человек может через живой начал работать клапан не открыты поэтому давление пропускай дождя может массово подолить ну смотри одной рукой вот это вот и подними ровно выше вам горизонтальном определении всегда лежит масса у него немножко есть вот держи вот так вот работает просто воде склапан должен открыться щелк и он перекачивать понял насос как бы еще рабочий какое давление ну хрен его знает но рабочие он в другую сторону теоретически я могу сейчас просто фишку сделать работает ну чё пацаны жужжит видите не самый еще мертвый насос не ставите вот тут провод от него я вообще соединил на место поставил остальные тоже проверю вот этот клапан пока не щелкнет тут давление не появится в системе я так предполагаю масло здесь нас какой то есть ну какой то как ну вот она как то есть уровень нет вроде есть да ладно считаем что она есть теперь надо подключить фишку на место я не подключались вообще непонятно здесь вроде бы нету в этом блоке куда их где они должны быть хрен его знает про частные дуку на подключать их мотку на место и дальше проверим смотрите про клапан я само собой тоже не забыл я снял с него фишку тут немножко подгнившая было но 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 тем не менее не сказать что все так плохо зеленовато как доллар и евро но нет не евро наверно как доллар и но и я еще сейчас подкинул плюс-минус сюда от аккумулятора и мне клапан тот найти он как должен щелкнуть ну такого чтоб яркого отчетливо щелчка я не услышал но не покидать на мысль о том что мне все равно лучше взять и подключить все это дело всю эту конструкцию обратно к блоку пацаны все что я до этого говорил отменяется я дурак просто я долбоеб меня можно не слушать смотрите они окажутся месяц соединяется пиздец нахуй все разобрал ну ладно хрен с ним ладно похрен сделаю сделаю и так так пацаны смотрите короче все что горю по этой фишке мы сразу забываем потому что ничего разбирать надо подключаться между собой это я чем-то там подумал короче и чуть не разобрал эту бочину хорошо не разобрал ну снял короче вот эту хрень уже снял а потом что вспомнил думаю чё за чё я делаю ладно смотрите провод соединил один а сын не трогал просто один соединил каем его на место ну вот так примерно лежит сейчас эту хрень мы убираем и и и и пошел о нормально открываем сейчас момент надо помогать и поднимает не совсем до конца вот он раз закрыл открыл мне рукой надо вести потом вот это вот кидаем сюда и масло у нас закончилась блин ладно надо видимо я бы что сделал конечно я бы отремонтировал проводку хорошенько это загерметизировал все вот здесь вот тоже тут все подсушить вот эту штуку блин не знаю или другую куда поставить или просто какую-то губку положить что ли обычную его здесь разбирать я пока ничего не стал бы масло не стоит залить сюда как-то попробовать откалибровать крышку багажника чтоб он поднимал самую высоко вот так вот самый верх кстати еще час запишу нюанс такой есть что посмотрите закрываю пультом то звуки сдает закрывает а если открыть вот видео не может быть ему же масло нету надо помогать вот так вот надо помогать а потом только он открывает да надо масло масло и попробовать калибровать крышу кстати может быть если масло будет он будет до конца сам поднимать и ничего не будет скалибровать так смотрите я залил масло вот такое вот масло гидравлическое типа для мерседесов залил вот так вот по уровень и попробуем нет стоп стоп давайте поднимает вот теперь ему хватает сил поднять но не до конца калибровать видимо придется так проверим что у нас маслом уровень чуть-чуть упал но немножко можно сказать принципе не упал а ну-ка еще раз все хватает ему вот и нажал и отошел ну ему сил хватает до этого не хватало но видимо просто калибровать может быть поднять самый верхний уровень там как-то калибровать можно сейчас почитаю потом расскажу как сделаю так пацаны смотрите заходите в блок управления я вот лаунчем это делаю бок управления система открывания двери багажного дления red red c да вот сюда заходим я уже сделал но просто покажу есть специальная функция и перевода нету короче рир эндур открывание позишн рир нажимаете f3 руками выставляете нужную позицию нажимаете ff3 еще раз и он короче запоминать этот момент и получается это есть калибровка его данном случае у меня открывает он настолько настолько выставил это не самая большая высота самая большая это 140 это считается как 130 сантиметров что ли как-то он рассчитывать короче ну мне хватает в полный рост стоять вот я стою в полный рост и мне принципе этого хватает теперь нажимаем опустить опускают и поднимаем давай 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 ну вот тоже самое пытался сделать выше но почему-то выше он не дает максимально что-то не дает не знаю что видимо мешает или короче мне кажется того вполне хватает у меня вот средний рост чуть выше среднего 5 сантиметров 180 ну короче нормально можно будет так оставить короче здесь мы тебе проводку все сделал здесь все пропаял вопрос контакты пропаял там особо показывать нечего здесь я проводку почистил забрызгаю ее на на протектом вот такое средство на на протект это тоже кстати не реклама я никаких ссылок не буду на него давать вот такой просто баллончик просто удобная вещь защита покрытия для электрики сверху фишку можно забрызгать чтобы туда водичка больше влага никак не попала нашел я вот такой вот поролон я из него сейчас вырежу не то чтобы вырежу у меня другая мысль появилась пока этим всем занимался здесь все высушу на место прикручено нижнюю часть я положил на батарею сушиться и она такая вроде как подсохла уже видите вода с меня бежит ее можно просить принципе подсушить немножко выжить подсушить и положить обратно а сверху кусок того герметика который только что показал так пацаны все у меня собрано вот он кстати блок управления крышкой багажника все последний дубль проверка все огонь ребят я все закончил у меня он красное пятно от моего супер шахтерского фонарика сейчас я скидываю ошибки но все которые там были покрышки что-то какие-то мелочевые короче ошибки были сейчас все это удалю автомобиль можно будет уже наверно давать все по традициям как вы любите как я люблю лайки дизлайки подписка нажимайте на колокольчик и рекомендуйте видео своим друзьям соц сетях от меня большой респект и уважуха всем кто смотрит всем кто комментирует всем кто делится моими видео катайтесь не ломайтесь быстрых вам ремонтов хороших вам диагностов на ваших на вашем пути и ваших автомобиль на ремонтных делах на этом я заканчиваю всем пока на связи увидимся